Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Только что разработчики опубликовали навыки нового киллера Бездны Наташи. Такое имя она получит в игре. И давайте разберем вместе эти навыки, посмотрим что она вообще умеет. Итак, активный навык Наташи. Она наносит 1000% от своей атаки одному врагу с самым низким уровнем здоровья. И дополнительный урон также наносит от кровотечения в виде 800% от атаки на 2 раунда. Помимо этого, если Наташа обладает зарядом кристалла, так называемым эффектом, то при использовании активного навыка, эффект этого навыка будет усилен в зависимости от количества слоев заряда кристалла. Итак, за один слой атакует двух врагов с самым низким здоровьем, то есть вместо одного-два. С двумя слоями перед атакой крадет у врагов 20% от их атаки на 3 раунда. Довольно-таки круто, потому что это можно своровать у того же героя превосходства. И это говорит нам о том, что вполне вероятно, это будет первый герой из обычной фракции, который сможет наносить там сопоставимый урон с героями превосходства, так как он будет воровать у них часть атаки. Но это пока просто мои предположения, мои мысли. За три слоя шанс крита данного навыка повысится на 100%. За четыре слоя 90% нанесенного урона от этой атаки, от этого навыка превращается в здоровье Наташи, конвертируется в пять слоев перед атакой и снижает всю броню цели на 100% на 3 раунда. Самое забавное, что здесь вот эти дебафы и та же кража атаки, она действует 3 раунда. То есть не один раунд именно в момент данного активного навыка, а также она снижает как бы и атаку и броню цели на 3 раунда, что довольно-таки жестко. То есть она еще выступает в роли довольно-таки неплохого дебафера, стоит это учитывать. Но пока непонятно, насколько быстро она набирает заряды кристалла, за счет которых она получает, в принципе, вот эти дополнительные эффекты. Ну и, соответственно, после использования данного активного навыка все заряды пропадают. Следом у нас идет первая пассивная способность, которая будет просто повышать ее характеристики. Это здоровье плюс 30%, атака плюс 40%, урон скрита плюс 40%, иммунитет контролю плюс 30% и скорость плюс 40%. Довольно-таки хороший списочек. И базовая атака, наносит урон 600% от атаки врагу с самым низким уровнем здоровья. Ну, стандартная вот эта атака мало-хпшного врага. И гарантированно наносит критический урон, то есть у нее с обычной атаки также 100% крит. Но стоит учитывать то, что вес отключает криты и, ну, за счет своего контроля. И это очень сильно будет контрить этого героя, насколько вы понимаете, в плане ее урона. Ну, в принципе, веса много, кого контрит. Любого героя так можно преподнести, и не только Наташу. Ну, и за счет этой атаки она также получает дополнительные 2 заряда. И сама последняя пассивная способность. Каждый раз, когда враг умирает, Наташа восстанавливает себе 25% от своего максимального здоровья, повышает атаку на 25% на 4 раунда и накладывает на себя 2 слоя заряда кристалла. Круто-круто выглядит, интересно. Посмотрим, на самом деле, как это будет в игре, потому что такой механики еще не было с различным количеством слоев. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Завтра у нас уже должны быть спойлеры на Черную Пятницу. Готовьтесь, завтра будет жара. Увидимся в следующем видео. Постой, путешественник. Это я, королева Фейвеса. Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня ВКонтакте или Телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...